Мы берем с вами обычную колоду карт, даем зрителю, чтобы он ее перетасовал, ну и он как хочет ее действительно берет и тасует. После чего мы возьмем и попросим его сказать абсолютно в любом месте стоп, и он выбирает абсолютно любую карту, которую захочет, например, вот эту давайте. Мы не смотрим на эту карту, я отхожу, отворачиваясь, он запоминает эту карту и засовывает в любое место в колоде, после чего берет и очень тщательно перетасовывает. Все максимально просто, максимально эффектно, максимально чисто. Ну и сейчас я постараюсь найти эту карту, и не будем говорить какая это будет карта, но я думаю карта зрителя вот эта. Итак, сейчас у меня есть попытка, карта зрителя 5 Бобби. Ну и естественно он говорит, нет, это не моя карта, мы говорим, а какая ваша карта? Ну и здесь он говорит, моя карта 5 Крести. Ну и вы показываете ему уже его карту. Итак, ребятки, прямо сейчас поставьте лайки, давайте-ка наберем в первый день 1000 лайков. Это просто, это круто будет, если вы это сделаете. И также еще пишите комментарии. Ну а мы сейчас перейдем к обучению. Да, пишите комментарии, я на них очень активно отвечаю. Здорово, сегодня у нас будет вот такой вот очень простой и эффектный фокус с картами. Такой фокус я называю чистым, потому что зритель сам берет карту и засовывает в любое место, перетасовывает. И вы все равно найдете карту зрителя. Но мы точнее не изучим конкретный фокус, а изучим концепцию таких фокусов. И конечно же в конце данного видео, я вас очень прошу досмотреть его до конца, вылезет либо вот здесь, либо вот здесь видос, где я вам рассказываю, как работать с негативными зрителями. Как сделать так, чтобы они вам не мешали показывать фокусы. Это очень полезное видео, поэтому я вам советую его посмотреть. И вот обязательно посмотрите, очень полезное. Ну и собственно таким фокусом вы сможете этого человека отодвинуть на второй план и показывать фокусы в свое удовольствие. И давайте-ка сейчас вы поставите лайк, подпишитесь на канал и пишите любые комментарии прямо под этим видео. Я на них очень активно отвечаю. И также еще переходите по ссылке в описании и там покупайте карты. Лучший магазин игральных карт по ссылке в описании. Переходим, покупаем. Карты к вам точно придут и 100% оригинал придут гарантированно. Поехали. А перед началом обучения на данный фокус я хотел бы вам порекомендовать вот такую вот колоду игральных карт, которая называется Artifice Gold. По ссылке в описании вы ее сможете приобрести. Там очень крутая на нее цена. Ну и конечно же это самый настоящий оригинал. Очень эффектная элитная колода. Ну и что мы сейчас с вами делаем? На самом-то деле это безумно простой фокус, который заключается всего-навсего в одном лишь движении. Это в навязывании. И как вы будете навязывать карту, это уже не важно. То есть вы можете перейти по ссылке в описании. Есть плейлист, который называется Финты с картами. И там вы можете посмотреть самые различные навязывания. Также еще это как проявить карту. Тоже вам решать. То есть тут по сути обучать нечему. Вы знаете какая-то карта. Вы показываете зрителю якобы любую карту. Но на самом-то деле он выберет ту, которую вам нужно. Ну и потом вы ее можете проявлять так, как вам это просто необходимо. И давайте-ка сейчас мы с вами начнем. Значит мы берем карты с вами. Зритель их перетасовывает. Естественно, я вам советую посмотреть у меня на канале 3 способа подсмотреть карты. Это очень-очень простые способы. Например, вот так вот прокрутив карту, вы можете узнать то, что снизу у нас находится туз-кресть. Вот так вот просто сделав карты. И давайте-ка вот здесь вот будет у нас видео с вот этими 3 способа подсматривания. А вот здесь будет видео, где вы сможете научиться работать с негативными зрителями. Вот так мы это все и сделаем. Значит, что вы делаете? Вы подсматриваете нижнюю, например, карту. Вот она, она есть. Это у нас туз-кресть. Ну и, например, мы будем делать самое такое простое навязывание снизу. То есть зритель говорит в любом месте стоп. Еще раз говорю, по ссылке в описании куча вот таких вот навязываний есть. То есть вы можете обучиться все по ссылке в описании именно в плейлисте финты с картами. Вот, например, зритель запомнил эту карту. И далее мы отдаем колоду ему. То есть он ее перетасовывает как он захочет. То есть это действительно чистый фокус. Он максимально эффектный. Этот фокус, как я уже и говорил в предыдущем видео про негативных зрителей, он просто максимально чистый. И если вам попадаются зрители, которые вам говорят, дай перетасовать колоду, вот этот вот фокус, он просто идеален. Потому что здесь и зритель засовывает в любое место в колоде карту. Здесь и зритель сам перетасовывает карты. Ну а ваша задача просто перевернуть и тут уже смотреть, где находится туз-кресть. Значит, здесь как вы будете проявлять, опять же, не важно. То есть как вы навяжете, это уже вам решать. Как вы ее проявите, это уже вам решать. Здесь сама концепция чистоты. Именно вы берете, запоминаете одну карту, навязываете ее зрителю, а далее уже все само по себе получать. А зритель сам засовывает карту, куда хочет, например. Он ее берет и перетасовывает, затасовывает куда-нибудь в центр, как тоже захочет. Но в конце вы все равно найдете его карту. Вот, например, наш туз. Сразу вам советую сделать следующее. Если, например, карта зрителя, которую вы запомнили, снизу колоду черная, взять сначала показать зрителю красную карту, то есть контрастную. Это будет добавлять эффектности в любом случае. Ну и смотрите, мы, например, видим, у нас есть черная карта и черная карта. Не обращайте внимания, просто это уникальная проработанная колода. Здесь у нас вместо черного золотое, а вместо красного красное. И вот смотрите, чтобы было эффектно, сделайте просто вот так. Поменяйте король с четверкой местами, и у вас получится уже очень круто. Вы берете и говорите, я думаю, вот это ваша карта. Вы переворачиваете, и теперь ваша задача подснять просто две карты, то бишь сделать дабл, вот так вот, раз и два. После чего вы их соединяете и показываете две карты. Вот, это твоя карта. И, например, какие будут идеи по, так сказать, проявлению карты зрителя. Ну, например, вы говорите, я думаю, вот это твоя карта. Положи на нее руку, он кладет. И вы говорите, это твоя карта. Он рукой держит, он говорит, нет, это не моя карта. А вы говорите, а какая твоя карта? Ну, там моя была туз-крести. Вы щелкаете пальчиком, и тут уже появляется туз-крести. Это максимально круто, максимально эффектно. Далее, вариант второй. Вы, например, берете, но здесь у вас немножко по-другому должно быть. Вы, например, говорите, я думаю, вот это твоя карта. И потом вы берете, подснимаете дабл. Он говорит, нет, это не моя. Вы говорите, хорошо, сейчас я ее найду. Вот это твоя карта? Нет. Хорошо. Ну, третья попытка. Все, вот твоя карта. И тоже так же можно все эффектно проявить. То есть, ваша задача взять, например, карта зрителя сверху находится. Первая по списку. И вы просто выбираете с центра любую карту. И говорите, я думаю, вот это твоя карта. Подснимаете двойной подъем. И просто делаете сменку. Самую простую, самую эффектную. Все. И вот как так сделать, каким можно образом проявить. Тут просто думать и думать и придумывать различные варианты. Ну, а у меня на сегодня все. Самое главное, я вам объяснил. Этот фокус используем для негативных зрителей. Если к вам придираются, если просят перетасовать колоду, влезают как попало. Вот такие вот фокусы на самом-то деле максимально чистые, максимально эффектные. Помогут вам от таких зрителей избавиться. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.